Всем привет! Сегодня я к вам с новым видео. Сегодня будет рубрика «Преступление и макияж», как я вам обещала неделю назад. Сегодня мы с вами поговорим про очередную историю преступления. И сегодня мы с вами в очередной раз отправимся в США. Сегодня мы отправимся в Калифорнию. И сегодня мы отправимся в 1989 год. И поговорим про историю Ребекки Шефард. Ребекка Шефард на момент происходящих событий была 21-летней молодой девушкой, которая являлась восходящей звездой Голливуда и которая подавала очень большие надежды и снялась в нескольких достаточно успешных проектах. Ребекка Шефард родилась в ноябре 1967 года, и она была единственной ребенком в семье. Она была единственной дочкой в семье. И семья ее состояла из, как вы понимаете, самой Ребекки и ее родителей. Ее маму звали Дона, и она работала учительницей в школе. И также она частично занималась писательством, то есть она была писательницей. А что касается отца Ребекки, то его звали Бенсон, и он работал психологом и также социологом. Ребекка росла в достаточно комфортной, дружелюбной и любящей среде. Ее родители ее просто обожали, они в ней души не чаяли. Ребекка была достаточно активной. Она очень любила драмы, она очень любила театральные кружки. И это было одним из ее главных увлечений. Также Ребекка обладала очень запоминающейся яркой внешностью, очень популярной в то время. Это были 70-80-е годы. И вот эти вот большие локоны, кудряшки, такой перм, кудрявая, в общем, кудрявая грива, кудрявая большая голова, лучезарная улыбка. Все это было тогда как раз таки в тренде. И Ребекка обладала прям всем тем, что было в тренде. И плюс ее настоящая такая естественная красота, она также просто светилась. И эту красоту было достаточно тяжело не заметить. И да, обладая такими яркими данными, Ребекка с подросткового возраста получала практически одни и те же вопросы. И эти вопросы сводились к тому, не планирует ли она стать моделью и не хочет ли она поучаствовать в рекламных проектах, в модельных проектах. Ребекка все время отшучивалась, и она как-то не сильно себя в этой среде видела. Но однажды в очередном таком разговоре с рекламным агентом она согласилась попробовать стать моделью. Точнее не стать моделью, а попробовать стать моделью, потому что в очередной раз ее убеждали, что в этой сфере у нее все получится. И она приняла решение рискнуть и приняла решение попробовать себя в этом деле. Но для этого ей нужно было переехать из Портленда, в котором она, кстати, проживала вместе с родителями. Портленд у нас находится в стадии Орегона, США, и в Портленде, как им сказал, Ребекка проживала своей семьей. Но ее модельная карьера, она могла стартовать успешно только в Нью-Йорке. И поэтому Ребекка приняла решение в Нью-Йорк переехать. Это решение она принимала не самостоятельно, она принимала вместе со своими родителями, которые, как я вам сказала, просто ее обожали. И решение это далось всем очень сложно, в особенности родителям Ребекки. И вначале они не совсем были согласны на то, чтобы ее отпускать. Ребекке на тот момент было только 16 лет. И изначально они согласились, чтобы Ребекка уехала только на лето, потому что это как раз-таки предложение поступило летом. И пожила в Нью-Йорке лето, и посмотрела что-то как. И было принято такое решение, но спустя несколько месяцев, когда лето подходило к концу, и когда Ребекка увидела со своими родителями, они поняли, что Ребекка мечтает остаться, что у нее достаточно неплохо все получается, не супер, прям все хорошо получается. Но она снималась для нескольких рекламных проектов, она также снималась для каталогов достаточно таких популярных, не самых популярных, но таких средних, так скажем, по популярности каталогов. Она просто thriving, то есть она отлично вписалась в жизнь в большом городе, в Нью-Йорке. Она абсолютно ничего не боялась, у нее все прекрасно получалось, она адаптировалась на все 100%. И как рыбка в воде себя чувствовала в Нью-Йорке, и увидев все это, и плюс, получив тысячу уговоров со стороны Ребекки, ее родители согласились, и они поняли, что это действительно то, чем хочет заниматься Ребекка, и они дали ей шанс, и согласились отпустить ее, и, точнее не отпустить ее, а оставить ее в Нью-Йорке и уехать назад. Домой в Орегон. Позже мама Ребекки будет говорить в одном из своих интервью, что это было одно из самых сложных и самых противоречивых решений, которые они с ее отцом принимали. Плюс, как мне кажется, все-таки повлияло на их решение, и то, что Ребекка была достаточно приземленной, очень послушной, очень такой непогодам мудрой и развитой, так скажем, в этом плане. Девушка, она никогда не приносила проблем своим родителям, она всегда прекрасно училась, она всегда вела себя безупречно, у нее не было проблем ни с законом, естественно, ни с поведением, и никаких проблем в своей семье она не приносила. И поэтому, зная ее характер и зная то, насколько она твердо стоит на ногах, насколько ее не штормит по жизни, насколько хорошо она знает, чего она хочет и как к этому прийти, ее родители также, как мне кажется, из-за этих факторов приняли решение все-таки дать шанс ее карьере и оставить ее в Нью-Йорке, точнее дать ей шанс самой остаться в Нью-Йорке. Так вот, возвращаясь к Ребекке, такое решение было принято, и Ребекка, оставаясь в Нью-Йорке, жила в двухкомнатных апартаментах, в двухкомнатной квартире вместе с еще пяти девушками-моделями, она делила эту квартиру вместе с ними, и она продолжала участвовать в рекламных проектах, таких небольших, она ходила также на кастинге в разные агентства по моделингу и занималась моделингом. Вроде как все складывалось неплохо, но не прям на 100% круто и хорошо, потому что никаких таких взрывных прям больших возможностей у Ребекки не было, но она, так скажем, сводила концы с концами, учитывая особенности жизни в Нью-Йорке, стоимость жизни в Нью-Йорке, у нее вроде как все более-менее получалось, и она продолжала заниматься и развиваться в этой сфере. Также в какой-то момент ее рекламный агент сказал и подсказал, точнее подсказала, это была женщина, подсказала ей, что ей стоит попробовать себя и в актерской среде, потому что ей кажется, что у Ребекки там все получится. Ребекка, недолго думая, сказала, что возможно она так и сделает, потому что с моделингом были кое-какие сложности, я про них расскажу чуть позже. И да, она начала ходить на кастинги, принимать участие в кастингах в качестве актрисы, и она получала роли в массовках таких, роли второстепенного плана в достаточно бюджетных и не очень популярных проектах, но тем не менее такие мелкие-мелкие-мелкие роли у нее все-таки были, и такие первые шаги она начала в этом плане также делать. Так прошло какое-то время, и в какой-то момент Ребекка в прямом смысле вытащила свой счастливый билет, свой золотой билет, потому что в это время происходили съемки нового сериала, нового телевизионного сериала, такой ситком, типичный сериал, который идет по телевизору, который планировали показывать в прайм-тайм, то есть в самое лучшее для показа сериалов время, и этот сериал имел название «My Sister Sam», и проходил кастинг, отбор на главные роли в этом сериале, и Ребекка после участия в этом кастинге получила как раз-таки одну из главных ролей, она сыграла роль девушки, которую звали Пэтси, это сестра той самой «Систра Сэм», то есть сестры Сэм, про которую идет речь в сериале, но сам сериал, он в принципе не только про Сэм, а как раз-таки про двух вот этих героинь, про Сэм и про Пэтси, и про то, как они, будучи уже в таком достаточно взрослом возрасте, не то чтобы взрослым, но в сознательном возрасте, были вынуждены съехаться и жить вместе, потому что их родители умерли, а до этого они не общались, и в общем-то про все их сложности, и такие небольшие преграды, которые были с юморком, и каждая серия хорошо заканчивалась, в общем, про это и был сериал, чем-то напоминает типичные сериалы 80-х-90-х, такие небольшие, когда в основном все это снимается в кафе и в одной квартире, и все действия как раз-таки там и происходят. Чем-то, кстати, мне также напоминает сериал «Друзья», но с гораздо меньшим бюджетом, с гораздо худшей идеей и не таким крутым актерским составом, но идея приблизительно чем-то схожа. Так вот, Ребекка получила роль Пэтси в этом сериале, и это была одна из главных ролей, как я вам сказала, и это был для нее очень-очень большой прорыв и очень большая удача, потому что, во-первых, сериал выходил, как я вам сказала, в прайм-тайм, то есть в самое часто просматриваемое зрителями время, и поэтому уже не мог остаться, так скажем, незамеченным, поэтому его многие смотрели. И, во-вторых, первый сезон сериала, он стартовал очень успешно, и достаточно высокие рейтинги у этого сериала были. Он входил в 20-ку, не 20-ку, он был на 21-м месте среди самых популярных на то время сериалов, кажется, не самое высокое место, но, тем не менее, учитывая, сколько сериалов было и сколько по разным каналам их показывали, это был достаточно неплохой такой вариант. Так как сериал получился достаточно успешным, то у Ребекки появилась возможность в Калифорнии снять для себя отдельные апартаменты, что она сделала, она могла жить с кем-то, но она предпочла жить одна, и она это сделала, потому что, несмотря на свою экстравертность и общительность, она очень легко находила язык с другими людьми в плане работы, в плане карьеры и в плане друзей, в свободное время Ребекка все-таки предпочитала оставаться наедине с собой, наедине со своими мыслями. Она любила заниматься йогой, она любила близких друзей к себе в апартаменты, в гости приглашать, и была большим таким домоседом, большим интровертом, и она просто наслаждалась временем, которое она проводила у себя дома в одиночестве, и плюс она, естественно, наслаждалась тем, что наконец-то у нее в жизни все наладилось, потому что перед тем, как ее отобрали в качестве одной из главных героинь в этом сериале, у нее был достаточно непростой период, а непростой он был, потому что у нее были большие финансовые сложности, карьера в моделинге у нее пошла вниз, пошла вниз она потому, что ее не очень часто приглашали на какие-то значимые и существенные показы, ее не приглашали туда не из-за того, что у нее не было таланта, либо не было внешних данных, все это присутствовало, ее не брали туда из-за того, что ее рост, ее рост составлял 1,70 м, он считался достаточно низким в модельной карьере, для модельной карьеры, и поэтому на показы ее практически никогда не брали, и также на какие-то важные, очень крутые съемки с крутыми брендами туда ее не приглашали, все это сводилось к ее росту, поэтому финансовая сторона вопроса стала очень ощутимой, и поэтому жить в Нью-Йорке для нее становилось все сложнее и сложнее, и в какой-то момент она даже была вынуждена подрабатывать официанткой в одном из местных ресторанов, что она с удовольствием делала, потому что ей нужно было платить наравне с другими девушками, с которыми она жила, свою аренду, и да, она подрабатывала официанткой, также ее телефон, кстати, во время того, как ее отобрали на съемки в My Sister Sam, ее телефон был отключен за неуплату, потому что у нее не было денег, чтобы за него заплатить, и ее агент, когда узнала, что Ребекку отобрали, она никак не могла с ней связаться по телефону, и поэтому она пришла к ней домой и повесила такой стикер, наклейку, на которой написала, что ей срочно нужно связаться с Ребеккой, так как ее отобрали на одну из главных ролей. Говоря про участие в сериале My Sister Sam и про сам этот проект, первый сезон он был очень-очень успешным, и хотя Ребекка, она не стала прям супер-супер знаменитой, потому что это все-таки, это был Голливуд, но еще не тот самый Голливуд, такой хороший Голливуд с красной ковровой дорожкой и с теми статусами звездами, про которые все мечтают, про которые все говорят, но однозначно никто не мог поспорить с тем, что Ребекка находилась на пути к тому, чтобы к этой самой мечте своей приблизиться, и чтобы стать действительно популярной и действительно успешной в своей карьере. И Ребекка, безусловно, радовалась тому, что она попала на проект, и то, что этот проект принес ей такую неплохую узнаваемость, и она смогла какие-то свои финансовые проблемы решить. Также этот период в жизни Ребекки, он был успешным не только в плане карьера, как вы поняли, здесь у нее все сложилось, она определилась с тем, что моделингом она больше заниматься не планирует, а хочет сосредоточиться полностью на актерской карьере. И у нее произошел, у Ребекки произошел еще и очень крутой такой переломный момент в плане личной жизни, потому что она познакомилась со своим молодым человеком. Этого молодого человека звали Брэд Силберлинг, и, возможно, вы про него знали, либо знаете, потому что сейчас, на данный момент, он является достаточно популярным продюсером и режиссером, постановщиком фильмов. Одни из самых популярных его фильмов, самых популярных проектов, которые он снимал, был, кстати, «Каспар», один из моих самых любимых фильмов из моего детства, также «Город ангелов» он снял, также он снял «Милия лунного света» и «Прединозавров» он снимал, «Затерянный мир» — это все его проекты, очень успешные, очень популярные. Так вот, на тот момент он не был таким успешным, не был популярным, он был всего лишь на 4 года старшей Ребекки, и он был начинающим продюсером. В это время они как раз-таки познакомились, и у них завязались очень серьезные отношения. Они встречались 2 года, и они говорили о том, чтобы съехаться вместе, они также говорили про помолвку, про совместное будущее вместе, поэтому, да, отношения у них были очень серьезные. Однако в это достаточно легкое и беззаботное для Ребекки время она и не догадывалась, что одним из сотен тысяч людей, которые смотрят сериал «Моя сестра Сэ», был человек, который жил в своем отличном от действительности в своем параллельном мире, в мире своих фантазий, и этого человека звали Роберт Бардо. Роберт Джоан Бардо родился 2 января 1970 года, и он был младшим из семи детей в семье военного, который однажды, базируясь в Японии, то есть по работе он был в Японии, познакомился с местной жительницей, с японкой, на которую впоследствии он женится, и с которой впоследствии он создаст семью, и от которой у него родится, с которой, точнее, совместно у них родится семеро детей, и одним из этих детей был как раз-таки Роберт. Как им сказала, он был младшим ребенком в семье, и семейная жизнь достаточно была хаотична в семействе Бардо, потому что вследствие своей работы отец Роберта и вся его семья, они очень много переезжали с места на место, и они нигде надолго не задерживали, что, естественно, сказывалось на взаимоотношениях Роберта и с окружающими, и на неспособности создать длительную дружбу, длительные дружеские отношения, и на привязанности. И, в принципе, детям всегда нужна стабильность, все про это говорят, что чем стабильнее environment, то есть чем стабильнее окружающая среда, в которой растет ребенок, тем лучше. И вот этой как раз-таки стабильности в жизни Роберта было не слишком много, но это было не главной проблемой у Роберта и не главной проблемой его семьи, которая все-таки в возрасте 13 лет, когда Роберту было 13, осела, они осели в городе по названию Тусон в штате Резона, США, и в возрасте 13 лет они как раз-таки определились с местом жительства, и их семья перестала, соответственно, разъезжать по стране. Но, как я им сказала, в семье были другие проблемы, и одной из главных проблем для Роберта и его братьев, сестер и родителей было то, что в семье были проблемы с алкоголизмом, его отец был алкоголиком, хроническим алкоголиком, таким функционирующим хроническим алкоголиком. Что касается его матери, она также была достаточно противоречивым персонажем, и что касается его матери, то хотя у нее не было диагностировано, если есть такой диагноз, паранойя, но параноидальные вот эти состояния и акцентуации параноидальные, они точно у нее присутствовали в характере, и это сказывалось и на ее взаимоотношениях, и на ее общении с детьми, и с мужем, и с окружающими, и, естественно, сказывалось это не слишком положительным образом. Что касается взаимоотношений Роберта и его старших братьев, в основном я буду говорить про братьев, но у него также были и сестры, но, насколько я поняла, эти ситуации не касались только старших братьев, то здесь также все складывалось не слишком хорошо для Роберта, потому что его братья над ним издевались, и он подвергался постоянному абьюзу, как моральному буллингу, так и физическому. Что такое физический буллинг, я думаю, все понимают, то есть его старшие братья, они могли ему где-то дать подзатыльника, пинка, и это не слишком мягко с ним обращаться, но все это было не в суперагressивной форме. А что касается морального и эмоционального психологического абьюза, которому подвергался Роберт, то здесь все было в гораздо худшей степени, по крайней мере, по моему впечатлению. В одном из источников, например, говорилось, что его старшие братья иногда могли заставить его пить собственную мочу, что говорит о доминировании, о контроле, насколько для них было важно доминировать, и вот этот контроль над Робертом иметь, и насколько сильно такие моменты, они все-таки сказываются на психике, на эмоциональном состоянии ребенка, и здесь, мне кажется, были гораздо большие проблемы. Несмотря на все это, насколько я поняла, родители Роберта, его мама и отец, они не слишком как-то обращали свое внимание на то, что происходит и творится во взаимоотношениях их детей, то есть их в особенности братьев, и они считали, видимо, что здесь ничего такого нет, что никаких отклонений в их поведении не наблюдается, и они никак не реагировали на то, что происходит с Робертом. Однажды, когда Роберт учился в школе, он не выдержал и написал письмо одному из своих учителей, и в этом письме он написал о том, что его жизнь, жизнь в семье со своими родителями и братьями для него — это полный кошмар, и что ему нужна помощь для того, чтобы оттуда сбежать, потому что это настоящий ад. Но также стоит заметить, что поведение самого Роберта, оно также не было самым типичным и нормальным по нормам, принятым в обществе, потому что, во-первых, у Роберта всю его сознательную жизнь никогда не было близких друзей, и их не было не потому, что он был скромным, либо как-то никто не хотел с ним дружить, учителя отмечали тот факт, что он не может крепкие, дружественные отношения ни с кем завести, и что он просто на такие отношения не способен. Возможно, здесь нескольких факторов сразу же сыграли свою роль. Во-первых, естественно, нездоровая атмосфера, нездоровый климат внутри семьи Роберта и их взаимоотношения, взаимоотношения его родителей друг с другом, с детьми, детей между собой. Также тот факт, что они очень часто путешествовали и ездили по Америке, и, соответственно, вот эти корни нигде не пустили, и до 13 лет у него не было возможности этих самых друзей найти и завести. Это была не главной его проблемой, потому что в другом его поведение было куда более настораживающим и куда более таким социально непринятым. Например, он мог ходить во двор к своим соседям, заходить на частную собственность и начинать просто орать в этом дворе какую-то бессмыслицу, либо какие-то песни, либо он мог что-то неприятное сказать. И зачастую, естественно, вызывались и соцработники, и полиция для того, чтобы его оттуда убрать. Но в какой-то момент, насколько я поняла, настолько соседи привыкли к его этому поведению, что уже никто не вовлекался в то, чтобы какие-то органы пригласить, и он сам по себе уходил, потому что он был не агрессивный, то есть он ни на кого не нападал, он физически никого не трогал, и также он свою эту агрессию не к определенному человеку испытывал, а просто на пустом месте начинал агрессировать. Также Роберт был очень часто замечен в непонятных занятиях, в непонятных хобби, например, одним из таких непонятных занятий было то, что он мог висеть на крыше собственного дома и раскачиваться из стороны в сторону, и это то, чем он отвлекался, занимался, возможно, он пытался внимание к своим проблемам этим притянуть. Это было то, что он также очень-очень часто делал, и часто его за этим занятием могли соседей и родственники наблюдать, и поэтому он не считался в своем комьюнити, в своем вот этом районе самым, так скажем, грубо нормальным и адекватным ребенком, и все знали, что и воспринимали его как мальчика с такими странностями. Что касается письма, про которые я вам сказала, письма, которые Роберт написал одному из своих учителей, во-первых, с письмами здесь будет фетиш на протяжении всей истории, и вы будете это прослеживать, этот момент красной нитью, но, возвращаясь именно к этому конкретному письму, то, естественно, в школе отреагировали на то, что он написал, и в школе, во-первых, попытались связаться с его родителями и уговорить их, чтобы Роберт осмотрели специалисты, чтобы с ним поговорил детский психолог, чтобы отвезти его потом к психиатру, если понадобится, и также школа пыталась вмешаться и в их семейную жизнь, но родители Роберта, они не подпускали никого и близко, так скажем, на порог своего дома, а при первичном осмотре, насколько я поняла, органами опеки и условий проживания, и состояние Роберта и его братьев и сестер никаких проблем выявлено не было, и поэтому никаких оснований для того, чтобы изъять Роберта из семьи не было. Поэтому, да, Роберт продолжал жить в своей семье, и вот эти странности, они также продолжались, но в какой-то момент, когда оказалось, что ситуация уже просто тупиковая, произошло событие, связанное с Робертом, а точнее, если говорить про это событие, то Роберт попытался совершить суицид, и его удалось спасти, и по счастливому стечению обстоятельств его доставили, назовем это психологическим диспансером, психическим, психоневрологическим диспансером, где его осмотрели, и где он все-таки был диагностирован, ему поставили диагноз биполярное расстройство личности. Естественно, я так предполагаю, ему было назначено лечение, но судя по тому, что я поняла из моего исследования, либо это лечение он перестал получать после того, как через месяц он вышел из этого диспансера, либо лечение не было назначено никакое, но в этом не верится с трудом. Скорее всего, я предполагаю, что просто никто не утруждал себя в том, чтобы следить за его лечением. На этот момент он уже учился в старшей школе, и что касается его учебы, то несмотря на все конфликтные ситуации, в которых он присутствовал и которые присутствовали в его жизни, он был очень неплох в своих академических успехах, он хорошо учился, у него были очень хорошие отметки, никаких проблем в плане успеваемости и в плане обучения у него не было, и у него был достаточно такой неплохой IQ, и что касается именно академической успеваемости, то здесь было все хорошо, и поэтому его решение, то решение, которое он принял в конце последнего класса, решение заключалось в том, что он оставлял в школу, он бросил в школу для того, чтобы работать в ресторане фастфуда уборщиком-дворником, то есть он делал и то, и другое, так вот это решение, но, естественно, очень сильно всех удивило, но с другой стороны, так как его психоэмоциональное состояние, оно ухудшалось, и он становился все более и более странным, его фетиш с письмами, его написательство, назовем это так, писем, оно приобрело уже такой достаточно порноидальный характер, и он мог в один день написать до трех писем одному и тому же учителю, и в этих письмах, во-первых, он всех настораживал о том, что он видел себя неким вымышленным, фантазийным персонажем, он видел себя то Чаком Норрисом, то Джеймсом Бондом, и также он писал в своих письмах о том, как он фантазирует об убийстве, и об убийстве, он часто фантазировал как раз-таки тех учителей, которым он отправлял эти письма, и, как мне кажется, многие из этих учителей, они просто, видя, что это тупик, что семья не помогает, больше они ничего самостоятельно сделать не могут, они обрадовались тому факту, что Роберт школу покидает, и никто не настаивал на том, чтобы он там оставался. Также, как вы поняли, социального окружения фактически никакого не было у Роберта, и все свое свободное время он проводил за тем, что просматривал телевизионные передачи и телевизионные сериалы, и он фантазировал по поводу того, что те герои, те персонажи, которых он видит на экране, это не вымышленные персонажи, а это реальные люди, и они как будто бы были его друзьями, он представлял, как он с ними разговаривает, и он считал их своими единственными друзьями, он не различал, не ставил разницы между персонажем, образ которого исполняет актер, и тем, что актер — это абсолютно другая личность, которая вообще может никак не совпадать по своим чертам характера с тем персонажем, роль которого он играет. Роберт не видел здесь никаких разграничений, и он считал, что всех тех персонажей, которые показывают, что все это как бы реальные люди, и я думаю, как-то сложно догадаться, вы поняли, к чему я веду. Однажды на экране телевизора вышел новый телевизионный сериал под названием «Моя сестра Сэма», и когда Роберт увидел актрису Ребекку Шеффорд, он был просто покорен, поражен, влюблен, и он обсессивно начал смотреть этот сериал, он сфокусировался до ненормальности на персонаже Пэтси, которую исполняла Ребекка. Он не различал, что Пэтси — это персонаж, а Ребекка — это живой человек, который абсолютно может не походить чертами характера на Пэтси, а Пэтси играла роль такой девушки, милашки, червашки, она была душой компании, она была очень милой, очень добротушной, очень наивной, такой girl next daughter, то есть девушка для всех подружка, девушка, которая всем нравится, девушка, которая обескураживает и обезоруживает своей невидностью, своей огромной широкой улыбкой, и в которую просто невозможно не влюбиться, и да, Роберт был покорен ее образом, он был просто сражен и начал просматривать абсолютно все серии сериала, он записывал на видеокассеты эти самые серии и пересматривал их снова и снова и снова для того, чтобы все свободное время проводить как раз-таки с Ребеккой, и да, его обсессия по отношению к Ребекке в этот момент стартовала и началась. Кстати, говоря про Роберта, это было не первое его увлечение, такое ненормальное увлечение актерами и персонажами, которых показывали, изображали по телевидению, потому что до этого он также очень сильно увлекся другой девочкой, ему было на тот момент 14 лет, а девочке было 10, девочку звали Саманта Сминс, и она была активисткой, она, так скажем, случайно стала знаменитой, она написала письмо о том, что она не поддерживает холодную войну, и как-то эту историю подхватили СМИ, и ее показали в одну передачу, потом пригласили в другую, и настолько все это закрутилось, завертелось, настолько всем понравился ее образ, что в какой-то момент она стала очень популярной, и она даже вела свой канал, свою передачу на канале Дисней, так вот, в эту девочку в возрасте 14 лет также влюбился наш Роберт, и в его фантазийном мире она в свои 10 лет была также у него влюблена, и после того, как он, догадайтесь, что он написал ей несколько писем, и не получил ответа, он украл у своих родителей 140 долларов, и купил билет в один конец до того города, и вообще до другого штата, в котором жила Саманта, весь путь для того, чтобы из Тусона, Аризона, где штат Аризона, где жил Роберт, до того города, я не помню, что это был за город, в котором жила Саманта, все это составляло несколько дней, потому что она жила на другой части побережья, и да, несмотря на все это, в 14 лет, не знаю вообще нигде, ничто, никак, никогда не выезжая из, за пределы своего города, из своего штата самостоятельно без родителей, Роберт купил билет, купил эти билеты, и направился к Саманте для того, чтобы лично с ней встретиться. К счастью, в какой-то момент родители Роберта поняли, что его нет дома, и они все-таки решили обратиться в полицию, и написали заявление о пропаже, после чего его вычислили по вот этим билетам, и когда он уже приехал в город, в котором жила Саманта, и находился в нескольких блоках от ее дома, полицейские его задержали, и арестовали, и направили назад, домой в Тусон, Роберт был просто разъярен, он был запишен, тем, что его поймали, он не понимал, что он делает не так, что вообще, по его мнению, ничего плохого не сделал, и, естественно, он был также разъярен тем фактом, что он так и не увился с этой девочкой, Самантой, и когда его задержали, при нем была ручка, либо карандаш, в общем, что-то такое более-менее острое, и он несколько раз проткнул себя этим острым предметом, настолько нормальная, неадекватная у него была реакция на вот этот его арест, на это его задержание, но, тем не менее, его задержали, и он вернулся, так скажем, нищим назад в Тусон, к сожалению, судьба Саманты недолго после этого очень трагически сложилась, она вместе со своим отцом попала в авиакатастрофу и погибла, и поэтому, так скажем, Роберту ничего не оставалось, как отпустить эту ситуацию, и несколько лет он смотрел и наблюдал за многими звездами, но такой большой обсессии никому не испытывал до того момента, пока он не видел Робекку Шеффорд, и до того момента, как не вышел тот самый сериал «Моя сестра Сэм» и персонаж Пэтси, в который он был просто до безумия и до ненормальности, до неадекватности влюблен. Свою обсессию и свою влюбленность Роберт подкреплял тем, что покупал все существующие статьи, в которых упоминалась Робекка, и в которой говорилось про сериал, даже если там было несколько строчек всего лишь, и не было фотографий, он все равно все скупал, и все это коллекционировал, его комната была полностью обвешана плакатами Робекки, но его родные и близкие, они не находили никаких странностей, больших его вот в этом поведении и в его увлеченности Робеккой и ее персонажем, и я не могу здесь ничего сказать против, потому что, например, у меня у самой в таком же возрасте, в подростковом возрасте, и когда я заканчивала в школу, была вся стена обвешана плакатами Франческо Тотти, сборной Италии по футболу и футбольным клубом Рома, и только потолок, наверное, не коснулись мои плакаты, я жила в такой атмосфере, в такой обстановке, также в то время мои друзья были кем-то увлечены, какими-то другими персонажами, их стены также были заполнены и переполнены этим персонажами, я также коллекционировала все возможные и невозможные статьи, и вырезала любую вообще информацию, которая про Тотти и про его сборную, и его футбольный клуб была, поэтому для меня здесь, как и для родственников Ромерта, не было ничего слишком настораживающего и слишком такого непонятного, но нужно учитывать тот факт, что у меня было нормальное, по крайней мере, более-менее нормальное психоэмоциональное состояние, и не было таких странностей в поведении, как у Ромерта, а у него, как вы поняли, были проблемы с поведением, и были вообще проблемы с восприятием действительности, но, тем не менее, никто на это не обратил свое внимание, а наш малыш Ромерта, он продолжал заниматься своим делом, он продолжал следить, как только мог, за Ребеккой-Петти, я буду называть тире Петти, потому что он для себя не разграничивал две реалии, реалия Петти, вымышленный образ, и Ребекку, живого человека, которого он не знал, и то, какой у него был характер, то, какой она была в реальной жизни, он также не знал, для него это было одно целое, поэтому я буду называть Ребеккой-Петти, Петти-Ребек, и в какой-то момент, я думаю, вы догадались, что он сделал, он решил начать писать письма, письма Ребекке, у Ребекки был пиар-андрес, куда могли написать все ее поклонники, все ее фанаты, и как раз-таки именно туда Роберт и отправлял все свои письма, в своих письмах он выражал восхищение, абсолютное восхищение Петти тем, насколько она его вдохновляет, то, насколько у них схожие взгляды на жизнь, насколько она милая, насколько она невинная, и насколько редко такие девушки в жизни встречаются, и в общем все свое восхищение, любовь и признательность он в этих письмах выражал. Что же касается Ребекки, то в это время она уже обрела достаточно популярность, и в какой-то момент, до какого-то момента точнее, она самостоятельно отвечала на каждое письмо, которое ей приходило, хотя она имела абсолютное право игнорировать все письма, которые ей приходят, но она от руки отвечала на каждое письмо, которое приходило в ее вот этот пиар в ящик, но в какой-то момент, когда уже была где-то середина, концовка первого сезона сериала, и сериал обрел такую огромную популярность, то в ее ящик, естественно, стало поступать все больше и больше писем, и она поняла, что она не справляется, и она обратилась в рекламное пиар-агентство, и попросила помощи для того, чтобы ответить на каждое письмо, которое к ней приходит, для нее было это очень важно, вот эту обратную связь дать, и она наняла человека, который по шаблону, они составили вместе шаблон, по этому шаблону отвечал на все письма, которые от фанатов приходят к Ребекке, и в этом шаблоне говорилось что-то вроде «Спасибо за ваше письмо, оно было очень ценным и очень значимым для меня», и внизу стояла подпись Ребекки, и также прилагалась фотография с ее автографом, и в общем-то одно из таких писем, которых были просто тысячи, тысячи, скорее всего, тысячи, я предполагаю, что тысячи, одно из таких писем получил Роберт, это не было от руки написанное письмо с моей Ребеккой, это как раз-таки этот агент эти письма и отправлял, и такой ответ однажды в один прекрасный для себя день получил Роберт. Для Роберта и для его воображения, для его фантазийного мира это послужило неким триггером и знаком того, что Ребекка одобряет его восхищение ей, что она также испытывает к нему какие-то чувства, то, что в письме говорилось о том, что его письмо было значимым для нее, для него значило то, что это действительно что-то значимое, что что-то значит для Ребекки, что его чувства взаимны, и в общем он нафантазировал себе очень-очень много чего в голове, и естественно, Роберт, воодушевившись тем, что произошло, тем, что он получил ответ от Ребекки, он решил отправиться на встречу, на личную встречу с Ребеккой. Так как единственное, что он знал про Ребекку, это то, что она живет в штате Калифорнии, и она живет в Голливуде, то он не мог поехать прямо к ней домой, и немного поразмыслив, он решил, что самым правильным будет поехать на студию, на которой идут съемки сериала, а сериал снимала студия Warner Brothers, и как раз таки, узнав без труда, без какого-то особого труда адрес этой студии, Роберт купил билет из Аризоны и направился в штат Калифорнии, его путь занял более 10 часов, но, тем не менее, он был очень воодушевлен, и спустя 10 часов он появился у порога студии Warner Brothers, которая снимала как раз таки сериал Моя сестра Сэм, и еще несколько успешных проектов, и появился он на пороге этой студии с огромным медведем, плюшевым медведем, который был размером с человеческий рост и с огромным букетом цветов, на проходной, назовем это проходной, он сказал охране, что он хочет встретиться с Робеккой Шефр, и что она знает, кто он такой, она его уже ждет, и он показал ее письмо, в общем, сказал, что они друзья-серевозлюбленные, и никаких проблем не будет. Что касается охранников, то они, естественно, натренированные парни, и они сразу же обратили внимание и на медведя, и на цветы, и на странное поведение Роберта, и они его никуда не пропустили, далее они связались с Робеккой и узнали, что он никого не ждет, и никакой встречи у нее не назначены, и после этого они выпроводили Роберта, и никто не позволил ему встретиться с Робеккой. Роберт был просто обескуражен, он считал, что студия Warner Brothers препятствует его счастливой совместной жизни, и вообще не понимал, что происходит, почему ему мешают встретиться с Робеккой, но тем не менее он был вынужден покинуть студию, и так как у него не было средств для того, чтобы в Голливуде оставаться, то, естественно, он был вынужден покинуть и Калифорнию, и вернуться назад в Аризону, в свой родной город Туссен. После того, как он приехал, его обсессия, естественно, не закончилась, и он продолжал настаивать, он продолжал звонить на студию, он звонил по 100 раз в день, и продолжал требовать, чтобы его связали с Робеккой, но его звонки либо игнорировали, либо говорили, что, естественно, никто вам не даст с ней поговорить. После этого терпения Роберта, так скажем, иссякло, его хватило только на месяц, и через месяц он решил вернуться на студию, и еще раз попытаться увидеться, встретиться с Робеккой, и еще раз, проделав такой огромный путь, Роберт вернулся на студию Уорнер Прайзерс, на этот раз он был без медведя, без цветов, у него, кстати, на этот раз был с собой нож, которым он не воспользовался, слава богу, но далее он расскажет о том, что у него был с собой нож, и он еще раз попросил, чтобы его впустили, точнее, не просил, а требовал, чтобы его впустили, чтобы он встретился с Робеккой, но охранники узнали его еще с первого визита, и, естественно, они не дали ему никуда пройти. Один из охранников даже так неисходительно к нему отнесся, он вывел его за территорию съемочной площадки, съемочной студии, и поговорил с ним какое-то время, он сказал ему, чтобы Роберт отстал уже от Робекки, чтобы перестал приезжать, потому что они, как он и Робекка, это как Земля и Марс, они в разных полярностях, никогда не встретиться, никаких отношений никогда не будет, чтобы он move on, чтобы он продолжал свою жизнь и не думал о Робекке, потому что он спортит свою жизнь и, скорее всего, в следующий раз вызовут в полицию, поэтому у него будут проблемы. В общем, постарался урезонить его и по полочкам все разложить, и этот разговор, этот такой душевный, отцовско-братский разговор, который этот мужчина, этот охранник с Робертом провел, он, казалось, возымел какую-то пользу, потому что Роберт вернулся домой, вернулся назад в Туссон, и по возвращению он, во-первых, снял все плакаты, которые у него были, на которых была изображена Робекка, он перестал пересматривать все те кассеты, которые он записал, и также положительную роль сыграл тот факт, что сериал «Моя сестра Сэ» уже заканчивал первый сезон, уже первый сезон закончился, и начались съемки второго сезона, и, к сожалению, второй сезон был очень провальным, и рейтинги были очень низкие, и поэтому в середине второго сезона сериал были вынуждены закрыть, и поэтому, естественно, Робекку не показывали больше по телевизору, и, в принципе, на телевидении ее пока не было, и поэтому она не мелькала постоянно перед Робертом, и вроде как его немного подпустило, и он перестал фокусироваться на Робекке, перестал фокусироваться на Пэнти, с другой стороны, в этот период времени он очень сильно увлекся другими знаменитостями, он увлекся Мадонной, он увлекся певицей Тиффани, и как-то просто переключил фокус своего внимания, но это увлечение было не настолько сильным, как увлечение Робеккой. Говоря про Робекку, то в это время Робекка, естественно, очень сильно переживала по поводу того, что сериал «Моя сестра Сэм», его второй сезон, он не стал настолько же успешным, насколько был успешным первый сезон, и она переживала, что это сериал закрыли, это был ее на данный момент главный проект, но при этом она не отчаивалась, она продолжала быть оптимистами, она продолжала быть таким трудоголиком, трудяшкой, она участвовала в огромных количествах кастингов, и ей удалось пробиться и получить роль еще в двух проектах, и одним из таких фильмов стал фильм под названием «Сцены классовой борьбы в Беррель Хиллз». Этот фильм, как и еще один фильм, в котором мы с нас, они не были настолько, во-первых, успешными и популярными, как сливизионный этот проект сериала «Моя сестра Сэм», они были с гораздо меньшими и гораздо более низкими рейтингами, но тем не менее, и что касается конкретно второго сериала «Сцены классовой борьбы в Беррель Хиллз», то это был не сериал, а фильм, то в этом фильме Рыбака впервые снялась не в роли, такой наивной девочке, души компании, чистой, душевной, которую все любят, и перед обаянием которой никто не может устоять, здесь она уже сыграла более взрослую роль, роль более взрослого персонажа, и в этом проекте, в этом фильме у нее также была любовная постельная сцена с, соответственно, другим актером. Рыбака со своей ролью справилась прекрасно, хотя фильм и не получился прям супершедевральный и суперузнаваемый, но тем не менее, она сыграла отлично, и в скором времени должна была произойти, и она произошла, премьера этого фильма, и когда Роберт узнал о том, что Рыбака снялась в новом проекте, в новом фильме, он, естественно, не удержался и купил билеты на премьеру, пошел в кинотеатр, и каково было его удивление, когда он увидел нового персонажа, которого сыграла Рыбака, и он был возмущен, он был разъярен, он был в полном гневе от того, насколько, по его мнению, низко пала Рыбака, по его мнению, она стала очередной голливудской хор, если интересно, то можете перевести, что это значит, которая прокладывает путь через постель для того, чтобы стать успешной, знаменитой, и он был просто возбешен тем, что она снялась в такой, по его мнению, непристойной для нее сцене, и что она променяла свою вот эту невинность на непонятно что, в общем, в его глазах она ему изменила, она предала все хорошее, то, что между ними было, опять-таки, мы говорим сейчас про воображение, про голову нездоровую, ненормальную, про ненормальные, какие-то нейронные процессы, которые в тот момент происходили в голове Роберта, потому что к реальной жизни это не имеет никакого отношения, но в фантазийном мире Роберта это была та реальность, в которой он существовал, и после премьеры этого фильма, после того, как он вернулся домой, он тут же взялся, догадайтесь делать что, он взялся за написание письма, и он отправил Робеке письмо на, опять-таки, ее пиар-адрес, в котором рассказал все, что он о ней думает, все, что я вам только что сказала, все существительные, прилагательные, которые он мог вспомнить, он также туда включил, нелицеприятные, и отправил это письмо на пиар-адрес Робеке. Также, несмотря на то, что вот эта фантазийная сторона жизни Роберта, она, естественно, дала трещину и триггернула что-то внутри него, в реальной жизни, в реальном мире, в действительности, у него также после просмотра этого фильма что-то произошло и что-то надломилось, потому что после того, как вышла премьера этого фильма, Роберт трижды попытался и садился, либо он садился в тюрьму на небольшие сроки, либо ему давали штрафы за хулиганство, но три дела было против него возбуждено, и также в этот период он, опять-таки, как вы поняли, вернулся к своей обсессии к Ребеке, но на этот момент времени она уже переросла из такой любовной обсессии влюбленности, ненормальной, неадекватной, в что-то, граничащие с ненавистью и к желанию отомстить за то, что он видел, за то, что его так не устраивал. Через какое-то время после того, как вышла пример этого самого фильма, по несчастливому, трагическому стечению обстоятельств в руки Роберта попался журнал, который называется People, и в этом журнале Роберт прочитал статью. В этой статье говорилось про то, как один из фанатов, также достаточно успешный на то время актрисы, которую звали Тереса Сальвадор, как на нее напал один из ее фанатов. Этот самый фанат с помощью частного детектива узнал адрес актрисы и, пробравшись к ней домой, он напал на нее, нанес ей 11 ножевых ранений, после чего по счастливому стечению обстоятельств либо рядом, это разные источники говорят по-разному, либо рядом приезжала почтовая машина и почтальон, либо сосед этой девушки Тересы. Он заметил, что происходит, и он выхватил нож из рук преступника, и преступник был арестован. Тереса была отправлена в больницу, она, к счастью, выжила, но получила 11 очень серьезных ножевых ранений. За это преступника наказали, этого мужчину наказали, ему дали 12 лет лишения свободы, и это был еще один момент, который запустил цепь реакции в нездоровом воображении Роберта, и, прочитав статью, в тот же день Роберт нашел частного детектива, первого частного детектива, которому ему удалось найти либо у себя в городе, либо в штате Аризон, и, обратившись к этому частному детективу, он заплатил ему что-то в районе 250-300 долларов, он наставил на том, что он хочет узнать адрес проживания, нагадайтесь, кого адрес проживания Ребекки Шефер. Честному детективу не пришлось прилагать огромное количество усилий для того, чтобы узнать адрес Ребекки, потому что с помощью Департамента транспортных средств в Калифорнии он мог запросить за такую минимальную стоимость, за приблизительно 5 долларов информацию о транспортном средстве, и с помощью этой информации, с помощью этого департамента он мог узнать все о транспортном средстве, а владельца транспортного средства, начиная от имени, заканчивая телефоном и как раз-таки домашним адресом. И, естественно, узнав всю эту информацию, частный детектив передал ее Роберту. Что касается Роберта, то также в этот период времени он захотел приобрести себе оружие, но так как он однажды уже попадал в психоневрологический диспансер, и у него было выявлено психическое заболевание, то, естественно, ему не могли продать оружие, и ему отказали во всех магазинах. Но еще один факт, почему ему не могли продать оружие, это то, что ему было на данный момент 19 лет, Ребекке было 21 год, и Ребекка была совершеннолетней, а что касается Роберта, то в 12 лет он считался еще несовершеннолетним, и, соответственно, оружие ему также продать не могли. Каким-то образом Роберту удалось уговорить своего брата, и все-таки оружие, пистолет ему приобрел его брат, и, да, вооружившись адресом Ребекки и тем самым пистолетом, который купил для него его брат, Роберт сел на автобус и, опять-таки, отправился в 10-часовую дорогу, в 10-часовой путь. Приехав опять в Голливуд, Роберт убедился, что адрес, который ему предоставил частный детектив, он является верным, и он направился домой к Ребекке. Ребекка по стечению обстоятельств в этот день ждала очень-очень важный, не звонок, ждала очень важный визит, визит курьера, потому что именно в этот день курьер должен был принести ей сценарий фильма, сценарий к фильму «Крестный отец 3», и в этом фильме она должна была сыграть одну из главных ролей, точнее, она пробовалась на то, чтобы сыграть одну из главных ролей, и все понимали, что, скорее всего, эта роль достанется ей, и как раз-таки сценарий в этот день должен был привести курьер, потому что отбор должен был происходить еще через несколько дней, И вот эти несколько дней Ребекка как раз-таки планировала усиленно потрудиться, усиленно сосредоточиться на сценарии, усиленно сосредоточиться на потенциальной роли, которую она могла получить, и она с нетерпением жила курьера. Поэтому, когда Ребекка услышала, как кто-то стущит дверь, она абсолютно воодушевленно к этой самой двери подбежала, и, открыв ее, она, к своему удивлению, увидела не курьера, а молодого человека. И практически сразу же Ребекка поняла, что это, скорее всего, тот самый фанат, который однажды приходил на студию, потому что, во-первых, в руках у него были плакаты с Ребеккой письмо, на которое тогда пиар-агент ответил Роберту. И также он задавал вопросы по поводу ее проектов и по поводу фильмов, в которых она снималась. Ребекка повела себя достаточно спокойно, сдержанно и вежливо. Она ответила на некоторые вопросы Роберта, она также поблагодарила его за внимание к ее творческой карьере и, в общем-то, уделив ему несколько минут, она распрощалась с ним и вернулась назад домой. Что касается Роберта, то он был абсолютно шокирован таким приемом, с одной стороны, он был шокирован тем, что, во-первых, он впервые встретился с Ребеккой, он впервые с ней заговорил, во-вторых, он был шокирован тем, что она так, с одной стороны, вежливо, с другой стороны, холодно его встретила, и все эти мысли, они начали бегать, гулять в его голове, и он на какой-то момент решил отправиться в бар, в бар-кафе, в этом самом заведении. Он позавтракал, съел чизкейк, еще час он размышлял над тем, что произошло. Он позвонил в это время своей сестре, поговорил со своей сестрой и сказал своей сестре, которые все в его семье, потому что они все жили, насколько я понимаю, под одной крышей, все знали его увлечение Ребеккой. И в своем непредложительном разговоре с сестрой Роберт упомянул, что если Ребекка не достанется ему, то она не достанется никому, и что она поплатится за то, что она сделала. Но опять-таки все как-то не то чтобы привычно относились к странностям Роберта, но все знают, что у Роберта есть странности, и никто всерьез эти его слова не воспринял. Также в этом разговоре он сказал, что он сейчас находится в Голливуде, и что, скорее всего, скоро про него заговорят в новостях. После этого Роберт вернулся назад к дверям Ребекки, еще раз постучал к ним дверь. Ребекка все еще в это время ждала курьера, который все еще не принес сценарий, который должен был его принести. И она была уверена, что на этот раз, когда она откроет дверь, перед ней будет стоять курьер. Но опять перед ней стоял тот самый молодой человек, и на этот раз Ребекка не была настолько вежливой и настолько терпеливой. Она сказала, чтобы Роберт уходил, что его поведение, его присутствие на ее частной собственности, оно начинает быть уже очень навязчивым и очень неприличным. И попросила его, в общем-то, уйти. На что Роберт достал пистолет, который был у него с собой, и выстрелив один раз в грудь Ребекки, он убежал, он покинул место преступления. Услышав выстрел, естественно, разбирались люди, которые проходили, находились рядом. Сосед Ребекки также, который был ближе всего, мельком увидел и преступника, и понял, что случилось. Он вызвал 911, и на место происшествия, на место преступления практически сразу же приехали и парамедики, и полицейские. Что касается парамедиков, то они тут же забрали Ребекку и доставили ее в ближайший госпиталь, но, к сожалению, через полчаса после выстрела выстрел произошел в грудь, Ребекка была объявлена мертвой. К сожалению, она этот выстрел не пережила, и он стал для нее фатальным. Что же касается полицейских, то они выслушали описание, которое им дали очевидцы, описание стрелявшего-нападавшего. Также они, естественно, занялись тем, что начали собирать улики и всю доступную на данный момент для них информацию, но им не слишком сильно пришлось, так скажем, возиться с этим делом, потому что, во-первых, произошло два важных события. Во-первых, в 911 из штата Аризона поступил звонок. Звонила сестра Роберта, которая, когда увидела по новостям о новости, моментально, молниеносно разнеслись по телевидению и сразу же практически сняли репортаж о том, что произошло, о том, что Ребека была убита, была убита у дверях на пороге своего собственного дома. И когда эти новости увидела сестра Роберта, она поставила всю информацию, которую она получила от Роберта. И, набрав же смелости, сестра Роберта тут же позвонила в 911 и предоставила всю информацию, которая у нее имелась. Все, что она знала, она рассказала оператору диспетчера 911. И, соответственно, у них уже была и информация о Роберте, и они практически сразу же получили и его фотографию, то, как он выглядел, и, в общем-то, все, что им нужно было знать. Также, говоря про Роберта, практически сразу же после того, как он совершил преступление, хотя на какое-то время ему удалось скрыться, это было меньше, чем сутки, но, тем не менее, ему удалось скрыться, и его сразу же не нашли. Но он, так скажем, выдал сам себя, потому что он бегал по одной из самых оживленных трасс в Лос-Анджелесе, он бегал между машинами, которые на огромной скорости туда-сюда ездили. Он, соответственно, создавал препятствия на дороге, и была вызвана полиция. Он бегал и что-то невнятное, непонятное про убийство кричало-говорил, и тут же полицейские приехали, и Роберт был задержан, его задержали по подозрению в убийстве Ребекки Шеффорд. Что касается суда, то суд произошел только через два года после смерти Ребекки, и на суде сторона обвинения, государственный обвинитель, во-первых, воспользовался видеозаписью, которая была предоставлена в качестве основной улики, и на этой видеозаписи Роберт признается в совершении преступления, и это запись из комнаты допроса, и на этой видеозаписи он рассказывает и полностью про преступления, и полностью про свою любовь к Ребекке. Он говорит о ней так, как будто бы у них действительно были отношения, как будто бы она действительно была его возлюбленной, и про то, как он как будто бы был единственным, кто мог ее наказать за то, что она так поступила с ним. И, в общем-то, он рассказывает про то, как в нее выстрелил, и как все произошло, и это было такой главной уликой, главной основательной базой. И что касается стороны обвинения, то государственный обвинитель, прокурор, он нестаивал на убийстве первой степени и, соответственно, на пожененном сроке заключения для Роберта. Что же касается стороны защиты, то так как убийство и эти видеозаписи они отрицать не могли, то они сосредоточили свои усилия на том, чтобы показать Роберта психически нестабильным, психически нездоровым человеком. Они пригласили в качестве свидетеля-психиатра, который свидетельствовал о том, что у Томаса якобы шизофрения, и будучи в одном из параноидальных состояний, он это убийство совершил. Также сторона защиты, естественно, ссылалась на то, что у Роберта уже есть диагностированное точно заболевание, потому что шизофрения впоследствии, насколько я поняла, не подтвердилась. Диагностировано биополярное расстройство личности, и еще была прикреплена аудиозапись, то есть песня, будем говорить простым языком, песня одной на тот момент популярной группы в этой песне говорилось про убийство девушки, и якобы песня подвергла Роберта на то, чтобы совершить это преступление, потому что когда он слушал эту песню, он это все у себя в голове придумал, и она вкупе с его психическим расстройством все это привело к убийству. В общем, они настаивали на убийстве второй степени, а если бы им удалось доказать, что это было действительно убийство второй степени, то за это Томас получал бы только, не Томас, а Роберт, получал бы только 8 лет лишения свободы. Соответственно, очень были разные сроки, и очень, так скажем, большие карты разыгрывались, поэтому каждая сторона очень и очень настаивала на своем, но тем не менее у государственного обвинителя все-таки было больше шансов, во-первых, как я вам сказала, видеозапись, во-вторых, также его усилия были сосредоточены на том, чтобы доказать, что это было предумышленное убийство, убийство первой степени, которое являлось предумышленным, и как раз-таки о предумышленности говорил тот факт, что Роберт проделал огромный путь из Аризоны в Калифорнию, 10-часовой путь, и все это время он мог остановиться, мог выйти, мог передумать, но он этого не сделал, он приехал к Робекке, также о предумышленности говорил тот факт, что он дважды приходил и стучал в дверь Робекке, то есть первый раз, когда он не сделал задуманное, он вернулся и все-таки сделал это второй раз. О предумышленности, естественно, говорил пистолет, который был найден на месте преступления, и с помощью которого была убита Робека, этот пистолет был куплен заранее, это не было оружием, которое, либо орудие преступления не было тем, что было, так скажем, под рукой. Орудие преступления было куплено заранее и привезено с собой, это также говорило о предумышленности. О предумышленности и о том, что Роберт понимал, что происходит, говорил, естественно, этот факт, что он покинул место преступления, что он сбежал и что он пытался спрятаться, укрыться от закона. Естественно, это также не играло ему на руку. И, в общем, вкупе, в совокупности всех этих улик и всех этих факторов, Люри Пересяжиной все-таки принял свое решение, и они признали Роберта виновным в убийстве первой степени, в предумышленном убийстве, и после этого он был приговорен к пожизненному сроку заключения без права на условно-досрочное освобождение. Еще один интересный факт, который всплыл после суда во время совершения преступления у Роберта была с собой книга, книга Джерома Селлинджера, которая называлась The Catch in the Rye, это над пропастью воржи, и эту книгу после того, как он застрелил Ребекку, он выбросил, то есть она была при нем, и он выбросил ее, и она попала на крышу дома Ребекки, у нее была невысокая крыша, и на эту крышу эта книга попала, она была далее извлечена и прикреплена, так скажем, к делу, было доказано, что это книга именно Роберта, а интересен этот факт потому, что точно такая же книга The Catch in the Rye, она была у другого убийцы, у Марка Чепмана, который застрелил Джона Леннона, когда он его застрелил, эта же книга была при нем, и, соответственно, многие говорили о том, что Роберт повторял за Чепманом, что это не совпадение, хотя Роберт говорил о том, что это всего лишь совпадение. Что касается самого Марка Чепмана, который убил, застрелил Джона Леннона, то он в дальнейшем комментировал эту ситуацию, и в своих комментариях он говорил, что вроде как Роберт писал ему письма, и в своих письмах он спрашивал у него о том, как ему живется в тюрьме, и какова обстановка, так скажем, внутри тюрьмы, и, соответственно, это говорило опять-таки о том, что он планировал это убийство, и он понимал, что, скорее всего, он окажется в тюрьме. Еще неважное событие в законодательной базе США также произошли как раз-таки после убийства Ребекки, они непосредственно напрямую связаны с убийством Ребекки. Во-первых, Конгресс США принял законы, и очень такие важные и основополагающие законы, во-первых, это был закон о конфиденциальности информации про водителей, то есть уже никто не мог получить информацию о домашнем адресе водителя из вот этого департамента, с помощью которого частный детектив получил адрес Ребекки. Также после убийства Ребекки в США впервые были приняты первые, самые первые законы против преследования, против столкинга, и за преследование, за столкинг впервые предусматривалось уголовное наказание, то есть можно было получить реальный срок, и вот этот закон особенно был таким основополагающим, потому что после этого все большее и большее наказание как раз-таки за столкинг, за преследование уже могли дать, и да, впервые здесь оно имело именно уголовный статус, то есть тебе не штраф дадут, не административные нарушения, а ты реально сядешь в тюрьму, если будешь столкером, если будешь переследовать человека против его воли. Поэтому это были такие очень два важных изменения. А что касается Ребекки и ее семьи, то на похороны Ребекки пораститься с Ребеккой пришло огромное количество людей, более сотни людей присутствовало. Естественно, там были ее родители, и там был ее молодой человек Бред. Что касается Бреда, то впоследствии он снимет фильм, который называется «Moonlight Mile», то есть «Лунная миля», я вам уже говорила, это один из самых популярных фильмов, один из самых успешных фильмов, которые он снял, и этот фильм он посвятит Ребекке. В этом фильме рассказывается о истории молодого человека, который потерял свою невесту, и все процессы grieving, то есть все процессы принятия и проживания этой ситуации, которую он проходит. Как я вам сказала, этот фильм он посвятил Ребекке, и он стал достаточно успешным, достаточно популярным. А говоря про Роберта Бордо, то в тюрьме у него также была не самая сладкая жизнь. В 2007 году по направлению на завтрак, то есть когда Роберт зашел на завтрак, он подвергся нападению еще одного заключенного, и ему нанесли 11 ножевых ранений. Эту атаку он пережил, и после того, как он пришел в лечение, его вернули назад в тюрьму. Но ирония всей ситуации состоит в том, что на него напал еще один заключенный, потому что у Роберта был вроде как статус знаменитости, потому что он убил знаменитость. И как раз таки из-за этого на него напали, и со статуса его знаменитости. Соответственно, он убил девушку, которая была достаточно успешной, знаменитой актрисой, и по ироничному стечению обстоятельств на него напали по той же самой причине, и он практически умер при схожих обстоятельствах. В общем, такой бумеранг, так скажем, в какой-то степени к нему вернулся. Что касается нынешнего положения дела, тот в 2022 году, он все еще продолжает отбывать свое наказание, он все еще в штате Калифорния, он находится в государственной тюрьме, которая называется Мул Крик, и до сих пор он еще, к счастью, либо, к сожалению, здесь с какой стороны посмотреть, до сих пор Роберт Бардо все еще жив. И это была вся информация, которую мне удалось собрать, касательно истории Ребекки Шефард и Роберта Бардо. Очень трагическая, очень грустная история Ребекки, она очень мало прожила, хотя в 21 год она погибла, она столько достигла, но при этом сколько еще она могла достигнуть, об этом остается только догадываться. Но правда состоит в том, что ее забрали у этого мира, в особенности ее забрали очень рано у ее родителей, она была единственной дочкой своих родителей, и это огромная-огромная трагедия, которая произошла, которая ни в коем случае не должна была произойти. Единственное, что в какой-то степени облегчает тяжесть этой ситуации, это те законы, которые были приняты после смерти, после убийства Ребекки, и это единственное положительное, что можно из этой истории вынести. На этом точно все. Жду все ваши комментарии внизу, жду все ваши мнения внизу. Мне как-то будет безумно интересно все это почитать, и с вашей стороны посмотреть и проанализировать, возможно, то, на что я смотрю по-другому. Спасибо за просмотр, берегите себя. Скоро увидимся в новом видео. Как всегда, если есть какие-то запросы, пожелания, оставляйте их внизу в комментариях. Огромное спасибо за просмотр. Всем пока. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok